итак приветствую господа вы на канале king customs и это будет очень долгое видео в этом видео будет очень много теории практики и всему подобного на нашем столе лежит 139 кмб вроде бы как там короче полтос альфа дельта который я переделываю под 125 кубов я буду рассказывать что я делал как делал и тому подобное итак начнем наверное с вот это с первого как собрать карабас коробка у меня уже собрано но и я хотел снять это видео но время поджимает начинается сезон поэтому коробка уже собрано видео этого не будет будет другое видео как собрать карабку но я покажу здесь тоже вам на примере полтоса именно полтинники и вот эти блоки и 70 кубов 110 кубов именно некоторые на пятах стоят 125 бестартерный там стоит шарик шариковых подшипник вот вот туда на второй вал ну либо на первичный кто откуда считать короче на первичный вал шайба не ну шайбу не нужно ставить это главное принципе вот вам вся сбор коробки под звезду тоже нету шайбы у нас у нас только вот здесь вот шайбочка вот видите на вторичного у и все собираем карабас закидываем все обезжириваем цена герметик и собираем картера как собрать картера также так так наш коленвал не забываем установить коленвал у меня от вроде 110 или 125 не помню ход там 50 чем-то вот я его конечно так варварски облегчил болгаркой но я вам скажу так не зря делают люди баланс полы на китайскую технику потому что коленвал вот столько я с него срезал и и свернул не выходит в баланс у него очень тяжелый получается шатун и палец вот здесь вот даже не знаю насколько тут диаметр ну короче очень тяжелое все так примерно на скидку у нас 20 через камеру хочу посмотреть грубо 26 27 палец вот так что я делал здесь вам придется удлинять шпильки во первых во вторых я удлинял шатун сваривал шатун ставлю видео вот сюда вот где-нибудь здесь будет как я варил шатун к сожалению все видео удалились и фотки остались там пару видео которые скидал друзьям вот вконтакте когда он варил вот их я и вставлю вот у нас сварен шатун аргоном шатун взят от 125 с 14 пальцем колено от 110 вроде не помню короче тоже менял здесь колено вот вообще изначально это был полтинник на чугуне шатун удлинен на 11 около того миллиметра это первая проблема вторая проблема шпильки удлинить вам подойдут родные шпильки вот эти вот с правой с левой половинки можно вкрутить в левую а вот на левую нужно сделать другие шпильки по длине также вам придется искать шатун с каленвалом вот так так же 2 3 там глобальная проблема этой звезда грм я перешел на большие звезды так как у меня стоит башка от 140 ковки на 38 вроде она зубов не помню либо 36 большая звезда стиль башка вместо сороковка цилиндр алюминиевый 125 звезду я взял тоже 125 с блока ну с коленвала при полноценный коленвал большой спито на 16 зубов звезда от 140 ки сначала снял с коленвала нас не подходит у 140 ки больше вот здесь вот посадка а конуса все такие же вот вам понадобится звезда либо оставить все на маленьких звездах и поставить маленькие распредвала с маленькой быть звездой но мы же не ищем легких путей у нас будет мощь и так что нам нужно сделать первую очередь прокладка уже намазана герметиком скидываем коленвал так давайте наверно поставлю камеру и буду вам все показывать с этого момента прослужена улице пол двенадцатого ночи хочется спать видео тоже нужно снимать итак берем наше колено закидываем вот так от руки далее коробку уже собрано ничего ли я тут не забыл закинуть ничего не забыл его будет просить файл видео накидываем вторую половинку вот в этом ты начинается вся пляжка с бубном уже собрал нас по всем меткам ну баллы и вот эти дальше взводим вот таких стартером нащупываем посадку в это время под шпильком соединяем вроде бы попали проверяем кстати картер видите вращается крутим обязательно на нейтралку ставим на любую передачу вращаем вращается нажимаем кик начинает щелкать вот так вот должно быть у вас на холостом не должно щелкать далее проверяю коленвал теперь ищем все шпильки и стягиваем половинки думаю этого вам не надо смотреть так господа вот у нас бог собран я вас тянул болтами всеми также вот сюда прикручиваем один временно насквозь не сильно проверяем вращение коленвала все отлично проверяем вращение коробки также еще вам покажу как проверить карабас нужны ли шайбы либо нет бывают люди собирают коробку с лишними шайбы собирают картера они на уны них не крутится вот смотрим вот так толкаем туда и сюда вал может быть очень маленький люфт ну тут где-то миллиметр это нормально так должно быть также стороны с этой стороны тоже чуть есть по более правда но не забываем то что здесь будет вот эта шестерня и будет подпираться вытягиваться вал и ставится стопорное кольцо также проверяем на вращение можно пощелкать вот этой делителем как сказать кабанчиком этим передач как переключать вот это вот вот этот зуб нужно смотреть вниз тем самым будет выбрана какая-то из передач так сложно конечно очень сказать щелкнули раз вращаем и крутим но одновременно нужно одной рукой конечно делать допустим первое нет это у нас нейтралка видите этот вал не вращается этот вращается далее 4 далее вниз третье но я смотрю по соотношению вращений валов вот в общем вот так забыла кик взводим проверяем все четко теперь закидываем вал переключение вот такой вот у нас имеется валик закидываем вал аккуратно через сальник вращая понемногу его заводим вот этот крючок туда и на одной рукой даже неудобно все делать вот туда здесь попадаем в штифт пружина должна попасть между двух штифтов ну вернее шрифт между вот приключение следали будем затягивать звезду фиксатор то есть фиксатор звезды вот этой также сначала так вот пружинка должна вставляться у нас видите как проверяем также на вращение должна вот все легко легко палец герметики вот просто так прикладываем завинчиваем винтик потом вращаем пружину упираем в блок и заводим ее здесь есть пазы пазы значит попадет любую вращать вот не хочет вот здесь то шестиграник все заводим аккуратно и закручиваем но по мере поступления сразу не затягивать чтобы не погнуть ее хочет сейчас она стрелит сама свое место попадет нет не хочет попадать затягиваем все четко вот щелк теперь проверяем переключение передач лапкой переключение так продолжение нас прерывали звонком смотрите накинул вал то есть на вал переключения лапка переключения щелкаем карабасом слышим щелчок и вращаем коробку нужно ничего подзает заедать что маленькая скорость вращения вот так у меня выходит вал раз короче дальше все проверили все передачи работают они травки ничего не стучит собираем вот этот поганый вал вот здесь есть у нас ось масляного насоса господа снимаем ролик но я сейчас сниму себя и вам его покажу вага у меня коленвал облегчен очень сильно и можно его снимать уже на склепанный движок также вы своем двигателе делаете заразе есть такой вал масляного насоса вот здесь обязательно всегда смотрите на соотношение звезд штате здесь не было такой шайбы не замуж когда-то на бою потеряли звезда грм а была провалена вот по соотношению звезды распредел коленвала вот я подобрал такую шайбочку вот сюда все обезжириваем обязательно фиксатор резьбы сажаем нашу звезду грм и привод масляного насоса который вот здесь также у нее есть направление надписями на оружие обязательно потому что многие я смотрю ставят надписями вовнутрь почему есть разница ну как бы моем случае не особо будет разница что мне вот сайт шайбочек но вот это посадочное место больше чем вот это большой плоскостью должно именно тереться об алюминиевый картер вот теперь я сейчас на фиксатор резьбы что-то собираю дальше показываю все секреты так как же затянуть плотно берем пассатижи тут у нас есть пазики хватаемся аккуратно за вал вот здесь отверкает стопорим звезду и затягиваем от руки на фиксатор резьбы все отлично теперь смотрим видите звезды они на одном на одной оси как сказать ну в одной плоскости вернее до этого у меня на миллиметра два с половиной звезда была провальна нижняя теперь у нее нет ни люфтов ничего все четко штате она так вот у вас плавает типа она сама центрируется там но но вот кстати есть даже люфт она выходит видите наружу во внутрь уже не проваливается так далее господа сборка масляного насоса при том когда вы разбираете картера снимать масляный насос часто люди теряют вот эту втулку металлическую она вставляется выпукл выпукл устью вот этой наружу блин уже спать охота вот вот так далее так далее обе снимается насос масляный весь моется дефектуется и устанавливается на обезжиривается на масс ну и на прокладки блин что-то уже заговаривалось тупец обязательно сравниваем старые прокладки с новыми по всем отверстиям чтобы никакой канал не перекрывался также желательно конечно фиксатор резьбы установить все эти винтики на насосе установив прокладку насос сверяем все окна непогаными китайскими прокладками смотрите что происходит канал почти перекрывается центрируем все аккуратно здесь вот видите как все происходит также проверяем вращение ротора вращается стороны звезду когда его закинем вращая звезду проверяем вращение ротора накидываем крышку и винтики на фиксаторе резьбе затягиваем желательно конечно ударной отверткой все это аккуратно также после затяжки проверяемся на вращение должно все от руки свободненько вращаться проверяем все на вращение вон ось насос у нас прям миллиметрах проходит над коленвалом видно все аккуратно вот от пальчиков вращается слышно насосе здесь у нас все вращается далее а чё-то далее далее я даже не знаю что так далее у нас идет вот эта шайба не вот так вот потом про . наружу устанавливается на коленвал далее 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 у нас устанавливается вот эта звезда вернее вот эта втулка дальше все наоборот сделать блин также потом у нас вот эта звезда тут очень такой поганый шлиц вот не села растукиваем ее чем-нибудь сюда дабы проточки вот эти нас появились под стопорное колечко вот видите теперь если сюда поставить стопорное кольцо того у нас почти не лютит коробки вот и все также вот эти шестерни не должны быть не вот так не наоборот быть вот так чтобы не чиркали в корзину так одевая стопорное кольцо сигерами сигерами далее накидываем корзину так далее накидываем корзину уже собранную прошлом видосе мы собрали далее у нас идет такая вот поганая шайба с фиксатором туда обязательно попасть в пазы вот этими усиками там в пазы попали проверили дальше идет вот такая пружинная шайба надписью к вам outside и далее вот такая поганая коронная гайка который кто-то уже упасил зубилом со всей дури уроды также на фиксаторе звуками желательно пальцы мои страшно все в масле обжег палец вот далее есть такой самодельный ключик либо покупаете вот что входит и буду затягивать можно заклинить шестерни либо гайкоюртом как угодно как хотите как заклинить если вы спросите то можно рукоятки деревянного молоточка даже в коленвал заклинить парус варварским методом тряпочкой в шестерне лучший метод ну и далее загибаем все внутри усики каким можем зафиксировать гайку наносим герметик обязательно вот сюда прокладку герметик и очень плотно затягиваем прям хорошо хорошо если у вас убиты винтики заменить купите этот узел должен быть носу у нас предельно герметичен так как это центробежный масляный фильтр если будут излишки массов то есть все будет течь что все масса будет вытекать довлекал вас моторе не будет корзину установил также выяснил что на 30 ньютонов на 30 ньютонов у нас буксует корзина динамометрическим ключом тянула эту гайку 30 ньютонов все буксует все вращается все отлично и наверное на сегодня пойду спать потому что уже у нас уже времени во втором почти ну все всем пока на сегодня будет новый день будет продолжение видео